Космические лекции под открытым небом. В Ешкаролинском культурно-выставочном центре Благовещенская башня проходит удивительные вечера наблюдений. Правда ли, что Марс оранжевого цвета, а Луна пятый по размеру спутник Солнечной системы? На эти и другие вопросы ешкаролинцев отвечают астрономы. На протяжении нескольких месяцев в Ешкароле клуб астрономов-любителей проводит вечера наблюдений в Благовещенской башне. Оказывается, обзорную экскурсию по небу можно совершить, не покидая пределов Земли. Это возможно благодаря телескопу, диаметр объектива которого 250 миллиметров. Эти вечера проходят для всех желающих. Каждый житель города может прийти сюда и понаблюдать в достаточно мощный полупрофессиональный телескоп космические объекты. Обычно к нам приходят не только взрослые, но и дети. Дети чаще всего даже, скажем так, утягивают взрослых на такие мероприятия, поскольку им очень интересно. Они в основном впервые видят телескоп, им интересно, что это такое, как он работает. На занятиях ешкаролинцев учат ориентироваться в бескрайней пучине звезд, искать созвездия и интересные объекты на небе. В это время года любители астрономии могут наблюдать Юпитер и Сатурн, насладиться красотами Луны, увидеть Марс. В ноябре ночи достаточно длинные, поэтому есть все возможности для наблюдения объектов глубокого космоса, звездного скопления, туманности и галактик. Одно из самых удивительных явлений, которое ешкаролинцы наблюдали в ходе астрономических вечеров — пепельный свет Луны. Это слабое освещение части Луны, не освещенной прямым солнечным светом. Имеет характерный пепельный цвет. Наблюдается незадолго до и вскоре после Новолуния. Ешкаролинцы с удовольствием посещают занятия вместе с детьми. Ведь интересно увидеть объекты Солнечной системы не только на страницах учебников, но и в реальном мире. Многие на память делают астрофото. Я сюда хожу не первый раз. Я здесь вообще частый гость. Я любитель астрономии, всех этих звезд. И мне здесь очень нравится. И я сюда привожу своего ребенка, тоже получить впечатление. Так как у меня, думаю, тоже есть телескоп. Но он любительский, не очень большой, маленький. И не просматривается всей той красоты, которую показывают нам здесь. Конечно же, здесь телескоп в раза 10 больше. Так что, можно сказать, из-за этого мы здесь, чтобы посмотреть Луну во всей ее красе. Мне очень тут понравилось. Я сюда буду всегда приходить и смотреть на разные планеты. Даже холодные осенние вечера не помеха для настоящих любителей астрономии. Гости угощаются горячим чаем, а самые любопытные задают вопросы о космосе. Если позволяют погодные условия, астрономический клуб выезжает для наблюдений за пределы города. Тогда без теплой одежды и термоса не обойтись. Сейчас, когда у учеников начальных классов наступили умные каникулы, вечера наблюдений пользуются особым спросом. Дети предпочитают проводить время с пользой.